Песня Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Елона Стоянова. Здравия тебе, Елона! Здравствуй, Алексей! Сегодня мы о чём поговорим в программе «Давайте поговорим»? Ну, в прошлый раз мы с тобой затронули такую очень тяжёлую тему для многих людей, да? Аборты затронули. А сейчас давай всё-таки углубимся в более высокие такие материи, да? А давай начнём с того, как душа выбирает семью, в которой она должна родиться. И вот интересно такое, чтобы ты расшифровал, что происходит в момент зачатия, да? Вот у нас очень часто звучит такая разница между духом и душой, что это что-то разное. А в чём вообще состоит эта разница? И что первично, душа или дух? И что ткёт тело по образу своему? Вот, наверное, давай начнём с этого. Ну, хорошо. А какие версии тебе известны? Мы же всё-таки в программе «Давайте поговорим», а не «Давайте послушаем Алексея». Ты знаешь, для меня было откровение, когда я узнала о метафизике фольклора с Леонидом Карпенко, когда писала передачу о том, что действительно душа выбирает себе тело, родителей, ну, не будем этот момент оставим. Что меня заинтриговало? В нашем фольклоре описано полностью весь процесс, не сколько оплодотворения, а сколько развития натуетробного ребёнка. Причём поэма Руслана Людмила как раз повествует всё от встречи души с будущим телом, с развитием души, ой, с развитием тела, да? Когда душа всё это время искала своё тело. И пир, который был в конце всей этой поэмы, это когда душа уже встретилась с телом. Причём, знаешь, что меня заинтриговало? Душа-то, девица прекрасная, потому что во всём фольклоре, то есть душа-девица, это наша душа, вечно молодая. Её украл злой волшебник. Интересно, возможно ли такое, чтобы душу кто-то да взял да и украл в момент беременности. То есть такие интригующие моменты. И что меня заинтриговало больше всего, вот просто впечатлило, то, что душа, она вселяется как раз в момент рождения. И для меня всё-таки это такой момент, когда начинаешь сейчас пересмыслять, а как же у тебя роды проходили. И всё ли было, ну и то, что хорошо, да? И как может так произойти, что в итоге самый главный момент, да, когда ребёночек рождается, что-то может пойти не так, вот что-то, как будто душа может не вселиться в тело. Для меня это откровение. Я не знаю, как это понимать. Множество вопросов, мыслей сразу. И сразу возникают такие вот моменты, а что происходит в роддоме? Потому что я знаю, что в роддоме работают люди и хорошие, и не очень хорошие. И вопросы возникают, почему туда не очень хорошие люди тянутся, что они там получают. Ну, такие очень важные для женщины, я считаю, для осознанных родов, для осознанной беременности такие вопросы. В роддоме работают и хорошие, и очень хорошие. Но насчёт того, что многие пытаются присутствовать при родах Те, кто даже, может быть, и не осознают, что такое роды Это уже не первый раз я слышу И часто предлагают свои услуги разные женщины, а может быть и мужчины Которые на вид ничего такого светлого в себе особенно не несут Это всё выглядит довольно-таки навязчиво И прямо у них желание при этом побыть Иногда непонятно, а что они тут забыли-то? То есть, что твои, что ли, роды? Что тут забыл-то или забыла? И на самом деле, во время рождения, по многим преданиям Именно как только ребёнок вдыхает первый глоток воздуха Как только раскрывается его лёгкий Вот тут происходит окончательное закрепление души То есть, я не могу сказать, что душа вселяется Нет, это окончательное закрепление души с этим телом То есть, вот как во всех преданиях пишется Вдохнуть в него душу Вот из этой же серии То есть, душа, она была прикреплена заранее По некой серебряной, кто-то говорит Кто-то говорит, золотой нити Неважно сейчас, какая там нить По родовой нити высшего Я Соединение было уже установлено с момента соединения Яйцеклетки сперматозоида В момент оплодотворения там уже всё произошло Но это примерно так же выглядит, как хозяин машины пришёл на завод, но машина ещё не готова И он наблюдает за тем, как эту машину проектируют Как выбирается цвет Компоновка кузова Какие будут детали И так далее, и тому подобное То есть, оснащение машины То есть, модель уже понятна И она ещё не готова А вот оснащение сядет дизайнер и добавляет Давайте мы вам вот сейчас сюда, например, добавим вот такую обшивочку Вот с таким цветом Давайте сюда деревянную вставочку Здесь пластик будет, здесь железочка у нас будет Магнитолочку хотите такую? Давайте магнитолочку такую поставим Хотите подогрев сиденья? Да пожалуйста Подогрев стёкол? Да без проблем И не просто это было создано дизайнерами и отправлено в цех для производства А хозяин ещё наблюдает за тем, как производится эта машина Как выполняются все участки сборки Как узлы дополняются, как они изготавливаются, как собираются И в конечном итоге, когда машина выезжает из ворот с конвейера В неё хозяин садится, и всё, машина стала его То есть все документы оформлены, всё подписано, деньги оплачены И после этого человек завладел этой машиной Так вот, если мы сейчас сравним то, о чём ты спрашивала, с тем производством, которое сейчас описывал То, наверное, многим всё станет понятно Есть сущность, от слова «сущий», которая часть божественная Это самое высшее «я», а высшее «я» — это только представитель того истинного, кто вы есть на самом деле Даже высшее «я» — это ещё не вы Там ещё всё сложнее Я сейчас вам мозги ещё больше запарю, если мы будем туда залезать Так вот, упрощаем Есть высшее «я», которое по каким-то причинам, с чего-то разрешения, с чего-то согласия Создало эту программу, подготовило всё это И в момент, когда сложились все обстоятельства, чтобы мама с папой вместе соединились И когда произошло оплодотворение Это высшее «я» теперь уже полностью привязано к развивающейся вот этой самой клетке, из которой происходит в дальнейшем человечек Но при этом машина ещё не готова, тело ещё не готово Но уже программа установлена, уже судьба прописана Точки рока в этой судьбе установлены То есть пункт А, пункт Б От рождения до смены мерности и выхода из этого тела всё есть Инструментарий определён Проект сделан, и этот проект начинает воплощаться в жизни То есть папа с мамой — понятно кто Семья, условия проживания — понятно какие День, момент зачатия — понятно какой Всё сложилось, исходя из той программы, которая была сверху организована и спущена И теперь машинка начинает воплощаться в жизнь И вот как человек, который наблюдает за сборкой его автомобиля Так же и сущность наблюдает за тем, чтобы все узлы функционировали согласно той программе и той игре, которая была определена свыше Дальше начинают проявляться физиологические какие-то тонкости во время взросления плода В момент его зрения И проявляются функциональности какие-то там уже Начинают ножками двигать, мозговая деятельность Ну всё вот как положено, как это и описано во всех учебниках И вот когда ребёнок появляется на свет, первые секунды или первые минуты жизни Фиксируется всё, что с этим ребёнком было связано Всё то, что было ему предопределено, сразу же окончательно соединяется Тело готово, всё в него входит, всё к нему привязывается И он начинает жить по той программе, которая ему установлена Вот это, что касаемо зарождения и появления То есть и судьба прописана, и рок прописан И инструментарий с точки зрения физиологических особенностей был уже задан Исходя из рока и судьбы И какие-то функции души и духа были взяты из копилки вот этого высшего Я Который отвечает за жизнь на этой земле И связан с этим телом будет И они уже соединены, то есть уже всё подготовлено И в тот момент, когда происходит первый вздох, происходит такой щелчок Всё, всё соединено, всё начинает функционировать, как оно должно быть Вот примерно так по поводу, как это всё происходит Как это всё и для чего нужно Ну давай я тебе немножко ещё напомню вопрос Был про, что такое дух и что такое душа И в чём разница, что ткёт тело И вот этот опыт, который душа нарабатывает Или дух нарабатывает Что это такое? Раскрой, пожалуйста, что детально это можно было понять Душа — это то, что отвечает за чувствительность За накоплением того, что происходит с человеком Это то, что можно развивать с точки зрения накопления знаний Чувств, ощущений То есть это развитие, накопление, чувственность Объёмное распростроение вширь, в пространстве И соединение всего того, что вы получаете Это душа, это хранилище Хранилище всего самого доброго Всего самого злого Вот всё, что вы получаете в жизни То в этом хранилище будет закладываться А дух — это то, что отвечает за развитие, но не накопление Это некий зов, чувствование, взаимодействие с тем, что находится рядом с чем-то Это то, что определено вселенским равновесием Вот задача — выполнить такие вот функции И дух — это движущая сила Он может быть сильный, он может быть слабый Его можно тюнинговать, усиливать, как в двигателе Вот, например, добавили вот этого, добавили Он стал ещё мощнее И дух — это движущая сила, которая позволяет душе что-то накапливать А человеку жить, проявлять себя Душа без духа невозможны Они соединены вместе Это как две стороны одной медали Душа впитывает, дух проявляет Он двигает, он направляет Он взаимодействует Сильный духом, слабый духом Душа добрая, чувствительная, нежная, мягкая То есть душа всё принимает Всё видит, чувствует Дух пробивает, движет Ну там же ещё и сущности и жеватмы Да, там много чего есть, о чём мы говорили в прошлых передачах Да, это нужно раскрыть, Алексей, чтобы была полная картина Жеватмы — это такие мельчайшие ещё не духи и не души Которые уже живут, но которые ограничены просто программой какой-то для исполнения чего-либо Служения чего-либо То есть из жеватмы складываются все живые существа Программа может быть цельная, программа может быть отдельная В простейшем, примитивном То, что на уровне, ну приближенно к атому в нашем понятии Жеватма одна Она простейшая, примитивная Там простейшая программа взаимодействия с окружающим миром Там, где уже есть клетка Там может быть одна или несколько в жеватме В зависимости от уровня организации и программы клетки В многоклеточном организме живатма может быть уже больше От одной до нескольких тысяч, может быть даже В зависимости, какая это структура Если уж мы говорим о человеке, о разумных существах Не только человекообразных, а высших животных, как мы их называем То там также может быть несколько тысяч живатма Может быть даже и миллионы живатм В зависимости от того, какие программки с чем взаимодействуют Живатмы могут быть локализованы в какие-то клетки В какие-то органы, в части органов И есть единая общая живатма, программа, определяющая, что это такое Но это не душа, это не дух Это программа существования физического тела И не более того, просто взаимодействия с другими соединяющими частицами Сущность человека, которая управляет и душой, и телом Та, ради которой всё здесь задумано Та, которая и есть, по сути, проявление высшего Я Она взаимодействует и с тем, и с другим, и с третьим И вот всё тело наше стоит и с живатым, подчинено и сущности И душа через мозг, через сердце Может себя проявлять и взаимодействовать со всеми живатыми То же самое и дух Но только дух, он более упёртвый Он не чувствует ни сострадания, ни радости Он может проникать, обращать на тебя внимание И давать душе с тобой взаимодействовать А может не обращать на тебя внимание Может с тобой сражаться Может с тобой взаимодействовать Дух — это такая вот программа действий, как я уже говорил Но если вот так вот разложить То душа всё-таки это где-то вот от сердца и чуть-чуть выше, да? У кого-то душа, она более широкая Она и сердце, и прямо вот за голову туда уходит и всё объединяет У кого-то дух маленький Он может находиться в какой-то части определённой тела Например, вот восточные роды, особенно японцы, делают себе харакири Потому что считается, что вот где пупок, где вот эта вот центровка Чем привязан человек был к пуповин, да? Привязан к матери Вот там и находится вхождение духа То есть когда разрезает себе живот, то в этом случае он выпускает дух на волю и умирает Душа потом исходит То есть можно и дух вон, и душу, да, выпустить Поэтому здесь надо смотреть, какой народ, с чем он связан Но дух, ещё раз говорю, он может находиться в человеческом теле Вот чтобы локализацию нам не указывать, скажут, а вот у меня вот там дух В общем, в человеческом теле, как и душа, он может находиться И душа может находиться рядом в зависимости от того, какой человек, какой уровень сознания, какой уровень программы Не хочу сейчас переходить к конкретному Душа находится здесь, точка Дух находится здесь Не буду ставить точки Сущность же, это то, ради чего вот это устроено И живот мы подчинены программе сущности и души и тела То есть, другими словами, если в мозг идёт что-то разрушающее То мозг через рецепторы, через нервные окончания связан со всеми клетками своего тела И в зависимости от того, какие идут добрые или злые посылы в какую-то часть тела, органа, от мозга Там происходит концентрация энергии Там могут быть застои энергии, застои силы Может происходить блокировка движения крови Помните, куда мысль, туда энергия, куда энергия, туда кровь, где кровь, там жизнь В человеческом теле имеется в виду И вот тогда там могут происходить физиологические изменения И бунт клеток, который очень часто превращается в онкологические опухоли То есть, ваш мозг до такой степени задёргал этот участок тела Что клетки начинают бастолать Они протестуют и устраивают революцию И начинают создавать свою республику Естественно, что без централизованного управления Там появляется анархический такой дух Ну, дух в кавычках И очень часто в этом месте, где переизбыток энергии Происходит подсцепка какой-либо сущности низкого уровня Например, какая-нибудь лярва Или какая-нибудь лярвообразная другая сущность уже более разумная И если человек продолжает дальше дёргать себя, то туда происходит вход И в этом случае тогда там начинаются очень серьёзные аяяйки Вплоть до онкологии, например То есть, и душа, и дух, и сущность Они связаны через сердце, через мозг Со всеми клеточками У каждой клеточки есть своя живатма Есть общая живатма на орган Есть общая живатма на тело В зависимости от того, куда мы обращаемся Там обязательно есть определенная живатма Человек эти живатмы может разрушать Ослаблять Оставлять на том уровне, в котором они сейчас есть Или усиливать их через правильное мышление Через приём правильной силы из пространства То есть то, что называется сейчас энергией И после смерти Смерти человека имеется в виду На всех этих живатмах остаётся код этой сущности И при следующей жизни Эти живатмы опять будут подтягиваться С теми наработками, которые человек при той жизни в них заложил Усилил – значит будет усиление Ослабил – значит тело будет болеть Значит будет где-то непростроено То же самое и с душой и с духом Вы можете дополнить душу добром, радостью Можете осквернить чем-то Вот осквернение души – это её ослабление То же самое и с духом Вы можете сильный дух сделать А можете дух превратить в зайца Который постоянно будет всего бояться, будет дрожать Поэтому выгодно всегда воспитывать, взращивать дух Взращивать совесть Понимать для чего эта сущность это всё создала Понимать кто вы, зачем вы Понимать свою варновость Набор инструментария Психическую деятельность Которая исходя из инструментария, из программы Была вложена сюда И правильно взаимодействовать с живатмами И через живатмы правильно взаимодействовать с этим миром Потому что они очень активно с другими живатмами в этом мире существуют То есть всё очень важно в человеке Живатмы присутствуют, как я говорил В отдельных не только органах, но и клетках В том числе и в половых клетках И соединение двух живатм, момент оплодотворения Порождает как раз вот этот цельный образ Сложения единой программы По которой будет развиваться физическое тело По программе души, духа, сущности И будет происходить при росте этого физического тела внутри Подтягивание своих живатым Или пока не своих, просто из этого мира Которые станут свои То есть маркировка этих живатым Которые сначала из одной клеточки Перерастают в часть органа Потом в сам орган и так далее Но при этом Душа и дух Ещё находятся прикреплённые Но они не могут войти в это тело И как только происходит рождение Вот тогда полностью Программа вся сложная Душа и дух уже полностью соединяются Могут там находиться Ну примерно так Вообще я представляла, что Есть некая сущность Высокого порядка Которой нужно пройти определённый опыт Ну игру, можно так сказать Я в своё время вообще считала, что Дух — это есть некая связь Этой сущность и с телом Оказывается, я неправильно поняла То есть есть отдельно дух Есть отдельно душа Есть отдельно тело И отдельно сущность Но ещё вопрос следующий Может ли сущность В следующий раз, когда она захочет Снова войти в игру В режим игры Выбрать эту же душу Или она будет выбирать Другие души То есть вот этот момент взаимодействия Сущности с духом и с душой А ещё меня заинтриговал такой момент А здесь русским духом пахнет Оказывается, у каждого народа есть свой дух Вот немного проясни Программа жизни человека на Земле Естественно, устанавливается задолго до его появления Вместе с родом, родичами, самим собой Происходит выяснение или установка программы На будущую жизнь Под это набирается инструментарий Душа — это, как я говорил Некий накопительный такой объём Который способен всё чувствовать Накапливать Ширь, распространяться В пространство Объединять всё это дело Переваривать Но душа, если эта сущность Не первый раз рождена Она здесь уже была Или где-то в ближайших пространствах Которые близки Где эта сущность могла себя проявлять Как отделение от высшего божественного От рода У неё уже есть Свой набор инструментов Под названием душа Свой ящичек и чемоданчик Она оттуда Может в эту жизнь Проявить какие-то инструменты Ну, к примеру Если ты плотник То тебе нужны вот эти Вот эти Вот эти инструменты Но тебе не нужны Вот эти Вот эти и вот эти Поэтому у души Есть полный инструментарий Для взаимодействия С другими душами Для взаимодействия С этим миром Куда ты будешь послан Но исходя из программы Что-то там может быть Ограничено Или уменьшено Или оставлено в том Как оно есть в объёме Или увеличено И усилено Дух Это как двигатель И движитель В одном флаконе Который Куда-то направляет И движет Вот хватает у него мощи И он движет вас Не хватает мощи И он не будет двигать Ну, грубо говоря Такая батарейка Энерджайзер Которая позволяет Вам куда-то двигаться Нельзя разъединять Сущность Душу И дух Это три единства Которые всегда Проявлено Было во всех славянских Сказках Сказаниях Преданиях Верования И так далее Всегда существует Как минимум три единства Я же не говорю там Про другие цифры Как минимум три единства Поэтому душа Дух и сущность Они взаимосвязаны Между собой Но что-то находится Чуть выше Является Направляющей А что-то находится Рядышком И дополняет Но разорвать их нельзя Иначе Будет сразу смерть И на многих других уровнях А живатмы Это уже наполнение Того, что есть Русский дух Как на живатмах Могут ставиться Печати сущности Высшего Я Божественной Принадлежащей Вот к этой ячейке Всебога Рода Как вы хотите Называйте Так и у духа Который принадлежит Этому роду Есть своя печать И все Кто пришел Из этого рода Имеют дух Душу И сущность Со своими Определенными Печатями И отпечатками Знаками Поэтому Существует И генетика Которая подчинена Задачам Сущности Душе Которая в этой генетике В этой крови Будет хорошо себя чувствовать И духу Который сможет Это направлять Управлять И взращиваться Становиться крепче Например Если мы двигатель От Боинга Попробуем вставить В Запорожец Ничего хорошего С Запорожецем Не произойдет Он просто будет Раздавлен Этим двигателем И наоборот Если мы в Боинг Попробуем запихнуть Двигатель от Запорожеца Тоже ничего хорошего Не получится Двигатель от Запорожеца Вряд ли сможет Нормально разогнать Боинг Что-то не делает Разные двигатели Разные устройства Они просто Не подойдут Для этих моделей И взлетит Боинг Или самолет такого размера, как «Боинг», пускай это «Ту» будет или «Ил», неважно, не взлетит с двигателем от «Запорожца». То же самое. «Запорожец» будет раздавлен двигателем к большому самолёту. Дух, душа, сущность строят такое тело, в которых они себя могут проявить. Сущность, которая сможет управлять душой, духом, этот инструментарий будет взращиваться. И поэтому все тела, генетически близкие по земному роду, соответствуют роду небесному. И поэтому люди отличаются друг от друга не только генетикой, но и составами инструментария души, инструментами духа, который с душой связан, и сущности, который управляет. Поэтому да, сила воли, она есть и у китайца, и у русского, и, может быть, какого-то негра, и у индейца, всё это есть. Но отличительная особенность будет духа. Плюс ко всему влияет ещё то пространство, где человек воспитывается, где он проходит стадию взросления до шестилетнего возраста. Вот это закрепление того, что ему было дано при первом вдохе, ну не дано, вернее, а закрепилось при первом вдохе и развивается к шести летам окончательно. Вот шести лет, там начинается уже проявление этого всего. К 12 годам, 12 летам ребёнок должен стать совершеннолетним с точки зрения своего тела, с точки зрения отношения к этому миру. А получается, дух, душа и сущность, они понимают, в какие условия попадают, вот придя в эту семью? Или всё-таки есть такой момент, что они рассчитывают на лучший, лучший сценарий развития сюжета? Или всё-таки этот сюжет, он может омрачиться из-за того, что родители как-то себя неправильно ведут? То, что очень часто мы видим покалеченных детей, уже взрослых покалеченных детей, у которых уже есть свои дети, и они, по сути, не готовы к каким-то таким моментам, потому что им не было разъяснено в момент взросления, в момент формирования даже в стиле каких-то азов. И вот тут, соответственно, момент, вопрос. Дух, душа и сущность, они это предполагали? Или тут уже как вариация событий? Дух и душа, они подчинены сущности, которая подчинена программе высшего «я», то есть Бога, Божественного, Рода, как хотите. Исходя из этого, было предначертано, какие условия жизни, в какое время, в каком месте и с какими сопутствующими людьми человеку придётся взаимодействовать. Для того, чтобы душа получила всё, что необходимо в этой жизни, дух себя проявил и приобрёл какие-то новые качества, то есть тюнинг, сущность получила весь багаж и улучшила свой инструментарий в виде души и духа. Поэтому всё, куда попадает душа, предусмотрено, исходя из той программы взросления, которая необходима этому человеку, а вернее сказать, высшему «я», который управляет этим человеком через сущность. Здесь связи очень-очень такие трудно поддающиеся человеческому понятию. Поэтому вот я упрощённо говорю. А можно тогда понять вот такой момент? Мы с тобой в прошлый раз, не в предыдущей передаче, а ещё до неё была передача, о локах, да? «Долг платежом красен». И момент в следующем. В локе. Что попадает в локе? Дух, душа, сущность или какая-то часть? Я уже говорил, что, как правило, локи все, как и Грегоры, стремятся захватить то, что имеет в себе ценность с их точки зрения. Это, как правило, та накопленная энергия, сила, которая способна их поддерживать. Сущность саму они захватить не могут. Сущность им не принадлежит. А вот душа, хотя им и не принадлежит, она в себе имеет определённые знания, информация, которая может их питать. И чем ярче там присутствуют эти вот фотографии или видеоролики о жизни, тем больше они получат энергии, которая их будет питать в дальнейшем. Поэтому всегда шёл разговор о душе. Вот все религии, они связаны с игрэграми и слоками, говорят о душе. Дух там упоминается, но всегда продажа души дьяволу, мучения души и так далее. Всегда разговор идёт о душе. Конечно же, это очень всё упрощённо. Но для того, чтобы туда попал дух, надо больше ещё постараться. Я вот себе не представляю, чтобы дух туда можно было захватить. А уж сущность, чтобы туда захватить, ну это надо, чтобы была программа, которая позволит сущности на этот период жизни опуститься в самую-самую низменное состояние, чтобы потом там где-то отслужить вместе с своим комплектом инструментов, ну это такой уровень, о котором простому человеку, наверное, даже и говорить не надо. В первую очередь всегда идёт охота за чемоданчиком, который в себе содержит много чего интересного. Копилка. Сама свинка-копилка, в которой находятся знания, малоинтересная, интересно содержимое. Вот душа – это накопленные знания в неком объёме, в неком пространственном объёме, в некой ячейке. И за все свои деяния человеку, может, придётся отдать на какое-то время этот чемоданчик, эту копилку кому-то, чтобы расплатиться за то, что он делал. То есть из этой копилки будут что-то вытряхивать. Вытряхнуть можно только из души. Поэтому дух, ну вряд ли он интересен там. Его и пристроить туда нельзя. Он не подходит под те устройства, которые там есть. А вот с душой, пожалуйста, это ячейка в пространстве. Но за свои какие-то недобрые, нехорошие дела придётся расплачиваться. То есть если Высшее Я создал какую-то программу, когда ребёнку нужно было вот сюда вот воткнуться, или что-то случилось такое, когда он сюда воткнулся, или что-то произошло, когда он воткнулся, неважно, не будем сейчас лезть, то тогда он начинает брать долги, о чём мы говорили ранее. И за эти долги после смерти придётся расплачиваться. Об этом мы говорили ранее. Но расплачиваться ты можешь чем? Духом не расплатишься, с сущностью тем более не расплатишься, потому что сущность принадлежит богам, принадлежит роду. То есть род только может сущность перенаправить. А вот душа принадлежит сущности уже как ячейка. Как вот мастер может свой чемоданчик с инструментами отдать другому, напользуйся. Но там не просто инструменты, там ещё инструменты с инкрустацией. Вот тот, который будет пользоваться, инкрустацию сдерёт всё, золото, бриллиантики, ещё что-то. И оставит просто голый инструмент. Ну, на, держи дальше. И вернёт тебе чемоданчик, где все инструменты надо в порядок переводить, опять их заново инкрустировать. Вот это душа, накопление, сила. Поэтому в данном случае всё-таки охота ведётся за душой, на мой взгляд. Я тебя поняла, Алексей, да, всё-таки подытожим наш с тобой разговор. Подытоживай. Ну, вообще, такой момент, очень множество вопросов, очень множество таких непоняток, которые стоит всё-таки обдумывать, осознавать. Я думаю, для меня очень хороший повод поразмышлять. Ну, неоднозначные какие-то у меня вопросы всё-таки остались, неоднозначные понимания. Это всё-таки, наверное, глубоко для самокопания больше. Вообще, такие темы я не люблю рассматривать. Почему? Потому что эти темы из серии «Ну, давайте поразмышляем», «Давайте послушаем сказку», «Давайте просто потратим время на разговоры». Но у меня возникает вопрос, а что эти темы дают человеку? Ну вот, мы рассказали про вот это устройство, но об этом можно было где-то там прочитать, может быть, не совсем так, может быть, чуть-чуть изменённо, но примерно так. Что это даёт? На мой взгляд, наши разговоры должны быть практическими с точки зрения того, как себя здесь вести, чтобы потом не было плохого. А что там плохое происходит, это уже не важно, это вторично. Ну, что из того, что ты знаешь, что там плохо что-то будет, если ты уже там оказался? надо не допускать этого, а не говорить о том, что там такое, что за гранью восприятия физического тела. Физическое тело не сможет всё равно это всё ощутить и познать. Куда бы вы там не выходили в медитации, как бы вы об этом не рассуждали, физическое тело ограничено. И оно ограничено будет представлять, исходя из тех образов, которые в этой жизни уже были впитаны, которые были показаны. Невозможно себе представить то, о чём я рассказывал. Просто невозможно. Потому что физическое тело, мозг не способны это понять. Мозг, который воспринимает все слова, о которых сейчас говорю, он мыслит по-другому, он существует по-другому, и он существует для другого. Поэтому я считаю, что эти разговоры, они поверхностные с точки зрения… Ну, давай, расскажи нам про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Ты знаешь, я считаю, что всё-таки этот разговор был очень важен, в первую очередь женщинам, которые готовятся к беременности, и женщинам, которые вынашивают детей. И женщин, у которых уже есть дети рождённые, они начнут более осознанно относиться к каждому человеку, то есть к ребёнку, как к личности, к высшему проявлению. Потому что, как правило, в нынешнем обществе к ребёнку относятся как к кому-то, такому маленькому существу, который должен знать своё место, то есть знать, когда промолчать, знать, когда сказать слово. Но не всегда они смотрят на то, что дети очень часто имеют тот багаж знаний, который мы утеряли уже во взрослом возрасте. И ты зря так. Я считаю, тема очень важная и достойна того, чтобы её осветить. Я так считаю. Ну хорошо. Если кому-то это будет полезно и важно, я буду счастлив. На самом деле есть такое понятие «древняя душа». Это как раз дополнение к тому вопросу, к тому ответу, который сегодня в передаче прозвучали. Души, как и духи, как и сущности, могут быть очень-очень древние. И не надо смотреть на маленького ребёнка, как на какое-то тело, которое совершенно вот только-только народилось. Да, тело само, оно маленькое, но в нём может быть величайшая душа, сильный дух, огромная древняя сущность. И совет. Относитесь к ребёнку так, как бы вы относились к самому близкому и самому лучшему вашему другу, к старому, к старому вашему приятелю, с которым вы хотите прожить рядом бок о бок. Только в этом случае из этого маленького ребёнка вырастет большой человек с древней сущностью, с величайшей душой и сильным духом, которые будут вас понимать и которые всегда вас поддержат. И ещё не факт, чья сущность дух или душа древнее. Ваша, как родителя, или как бабушки и дедушки, или того, кто только что народился. Не факт. Помните об этом. И никогда не ущемляйте ребёнка в его развитии. Никогда не давите своей глупостью на него, потому что он может быть намного древнее и мудрее вас. Ну вот на этом, наверное, надо уже попрощаться с нашими слушателями-зрителями. Да, всем всего доброго, до свидания. Напоминаю, что вы слушали программу «Давайте поговорим» с участием Алексея Орлова и Юлоны Стояновой. Пишите свои вопросы, будем их разбирать, будем размышлять на тему и по теме, и делать вместе мир лучше. На семье я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго, быть добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна. Субтитры создавал DimaTorzok